Всем добрый день! Значит, спасибо, что собрались, собственно. Мы, какие-то такие краткие итоги, да, того, где мы сейчас там находимся. Значит, небольшим активом, который, собственно говоря, у нас есть, да, куда входят, руководители подразделений, ну, то есть, кем мы здесь собираемся, да, мы выработали более-менее, так сказать, понимание того, в каком направлении мы двигаемся, значит, что мы сейчас имеем. Все знают, наверное, мы сдали Дубров в первую очередь, мы получили акт ввода, и по Дубровке, ну, по крайней мере, ощущение точности, что никаких проблем глобальных нет. Значит, по федерации, ну, по крайней мере, на данном момент времени тот график, который мы согласовали, мы находимся в нем, и я думаю, что, так сказать, задачки предстоят, это не сдвинуться с этих графиков и залить... То есть, мы сняли опалубку, все знают, наверное, перешли на обыкновенную простую опалубочную систему, залить бетон, 850 кубов это вниз, там, 1700 кубов, и так далее. Соответственно, по нашим перекидкам в течение 8-9 месяцев полностью закончится монолитная работа, там, соответственно, с фасадами. Мы пока не будем, значит, каким-то образом компилировать, концентрировать систему управления, то есть будем в какой же системе, в которой находились, и работать. Поэтому никаких глобальных изменений я, по крайней мере, в ближайшее время не планируем производить с точки зрения там, изменения системы управления, где структуры самая. Если это будет необходимо, то это уже, наверное, мы будем делать там чуть позже. То есть, я надеюсь, что все-таки, скажем так, те там задачи и планы, которые мы выработали, они мы в состоянии реализовать в том составе, в той структуре, которая у нас есть. Значит, первое, второе, соответственно, я попросил все руководители подразделений, да, собрать свои коллективы для того, чтобы, так сказать, наладить более-менее коммуникацию. Как мне кажется, коммуникация среди топов управленцев более-менее, она начинает налаживаться, там были какие-то определенные сложности и трудности с непониманием. И я думаю, что, так сказать, эти вопросы, по крайней мере, на данный момент времени не вызывают никаких опасений, и не вижу, что будут какие-то сложности с точки зрения и коммуникации между структурными подразделениями. Значит, вот, следующее. Помимо этого, значит, мы подписали, вы все знаете, по крайней мере, предварительную систему и структуру дисциплиризации по силовым облигациям. И есть такой план, там, я не знаю, получится, не получится, но тем не менее, там, в ближайшее время закончить этот вопрос. Следующий, значит, по заработным платам. Значит, у меня сейчас, в первую очередь, зарплата по зафевраль будет закрыта не АУКУ, а, ну, как у нас это было принято, я думаю, что, так сказать, в ближайшее время мы стараемся закрыть эти задолженности, которые есть по заработной плате для всех, для всего коллектива. Ну, то есть, по крайней мере, я не понимаю, в каком направлении это делать, то есть, не имею в виду никаких сложностей. Значит, что еще? Да, давайте, может быть, скажем, для чего, собственно говоря, я попросил собраться для того, чтобы, наверное, у кого-то какие-то есть вопросы, да, накопившиеся с точки зрения права, что у нас там были какие-то изменения, там, структурные, там, и видения, да, и для того, чтобы не было различных затрат временных на, там, обсуждения и дискуссии в не пределах, так сказать, этого коллектива каких-то, там, сплетен, там, недопонимания, да, готовы ответить на все ваши вопросы. Значит, помимо этого, скажем, у нас есть некоторые нюансы с точки зрения, значит, структуры управления, там, в частности, ну, пометили, иногда, мы приняли решение, что мы, как бы, то есть, проект находится в группе, да, но, тем не менее, значит, у нас есть курирующий партнер, который курирует будет его, да, но таким же образом все согласования, все договора проходят абсолютно общую структуру согласований в кармах корпорации. С точки зрения, там, акционерных взаимоотношений, там, которые, там, дискутируются, там, и так далее, да, то есть, у нас нет никаких, еще раз говорю, каких-то принципиальных глобальных, там, разногласий, там, или, там, недопонимания, да, то есть, можем ли мы спорить, обсуждать, дискутировать на разные темы. Словно, у нас могут быть разные взгляды как на развитие проектов, так и на развитие разных систем. Это находится абсолютно в рабочем режиме, и не должно вызывать никаких, так сказать, психологического недопонимания с точки зрения, собственно, и коллектива. Более того, я считаю, что, когда, наоборот, в коллективе не происходит дискуссии, не происходят споры и обсуждения, там, направления движения, то это, наоборот, плохо. Значит, вот, помимо этого, выработана новая структура по, там, системе управления, там, башен федерацией, по мероприятиям, там, все знают, в рамках спортирующих компаний, да. Сейчас у нас по парку, значит, сделана совместная структура, дабы, так сказать, не устраивать, там, какие-то непонятные разборки с непонятным количеством времени. Поэтому, с парком мы сейчас управляем, там, совместно с предыдущей компанией управляющей, там, в лице, там, троят. По федерации, значит, точно так же, то есть, у нас, там, есть партнер, да, но, тем не менее, так сказать, там, идет нормальный, по крайней мере, мое ощущение, да, нормальный рабочий процесс с точки зрения выработки концепции, конструкции, значит, управления, в целом башен федерацией. Значит, ну, вот, наверное, так сказать, я могу очень много думать говорить и рассказывать там разные вещи, да. Самое главное, значит, мы сейчас, несмотря на то, что сегодня такая не очень удачная погода, да, то есть, мое мнение, что мы прошли самый трудный период, и вот на данный момент времени точно абсолютно зависит все только от нас, и нет никаких внешних факторов, которые показывали и говорили о том, что мы не зависим от чего-то другого. Безусловно, там, есть какие-то инвенции там рынка, но тем не менее, скажем так, за последний год, по крайней мере, там, рост цены на 10-15 процентов, вот, те цифры, которые подтверждаются, и мы думаем, что с учетом, собственно говоря, того, что последние полгода, да, может быть, мы не ставили каких-то четких задач, это было связано с тем, что непонимание, в каком направлении будет развиваться политическая ситуация, там, экономическая ситуация, поэтому мы считали, и до сих пор я считаю, сказать, что это не имело смысла делать, потому что выработав какой-то план, потом его менять через, там, неделю, две, три, там, пять, то есть, ну, это бессмысленная задача и история, соответственно, и сегодня даже по большому счету нельзя сказать окончательно, что будет понятно и в каком направлении все это будет двигаться и развиваться, да, но тем не менее, так сказать, мы, я думаю, что на максимальном течении месяца двух стоится, там, выработается какой-то, примерно, кабинет министров, там, правительств и так далее, да, то есть, и более-менее наладятся, так сказать, что реструктурные, ну, то есть, в рамках государства, да, значит, по взаимоотношению с городом, город нас слышит, понимает и, так сказать, нормальным образом относятся абсолютно ко всем каким-то, ну, таким разумным, что ли, вещам, да, то есть, более того, даже я сказал, что они помогают оказывать содействие в согласовании, там, и во многих вопросах, поэтому, вот, на данный момент времени, да, еще раз говорю, я не вижу никаких серьезных сложностей, то есть, мне кажется, что сам, ну, безусловно, нас очень сильно подвела, там, облачная система, да, на мы сейчас всеми усилиями, там, поменяли, заменили, поставили простую, поэтому, не ждите, что мы в апреле будем какие-то, там, серьезные делать рывки и шагида, но, значит, вот, я попросил поправить это близко на то, чтобы улучшить работу, коммуникацию между подразделениями и, с точки зрения взаимодействия, с точки зрения, ну, так сказать, более правильных, там, эффективных, скоростных принятий решений и наладить, вот, ну, чтобы, собственно говоря, у нас, так сказать, состоялся такое понимание, как коллектив, да, а исходя из этого, дело в том, что, когда акционеры принимают какое-то решение запускать, там, брать новый проект или не брать новый проект, то и любой, любой человек, да, он исходит из того ресурса, из тех возможностей, которые у нас есть, да, то есть, на данный момент времени, вот, точно абсолютно тем коллективом, который у нас есть, мы можем делать, ну, как минимум в два раза больше, и это есть определенный наш, так сказать, резерв, который, ну, я думаю, что мы в ближайшее время будем думать и пробовать реализовать для того, чтобы увеличить, там, и доходность, и эффективность, и, вот, собственно, и такие вот вещи. Значит, ну, вот, как-то вот, собственно говоря, так, да, то есть, самое, еще самое главное, значит, когда принимается какое-то решение, это не значит, что это решение принимается до конца жизни, да, и когда мы осенью принимали решение, значит, там, отменить костюмы, там, и так далее, да, то есть это было, значит, было определенным образом принято, с какой точки зрения, что это осень, плохая погода, ну, все сидели с непонятными лицами, там, и так далее. То есть сегодня все-таки, так сказать, с точки зрения психоэмоционального состояния, да, ну, нашего общего, да, у меня, ну, более-менее сердце спокоено, да, значит, а с коллективом, который, ну, по крайней мере, язык, хотя бы улыбается, можно уже делать все, что хочется, то есть двигаться в любом направлении. Ну, вот, конечно, так сказать, кратко, для этого я и собрал. Вот. Ай. Да, да. Сергей, может быть, да, точнее, вопрос будет, так сказать, перейти по ходу диалог, там, или вопросы. В структуре управления остановите, пожалуйста, у нас было несколько разных, как бы, подходов, сначала было управление, потом тройки, сейчас, как бы, что-то смешано, то есть, если бы леди не дали, вот, на будущее... Смотрите, ну, как, значит, я тебе скажу так, то есть, какое будет видение, это будет зависеть от того, какие планы будем выстраивать, да. На данный момент времени мне кажется, что никакие структурные изменения не нужны, и вообще, в целом, да, значит, вот, очень много, то есть, можно взять десятки книжек и найти, не скажем, скопировать оттуда, там, 25 различных вариантов структур. Значит, обычно, как правило, когда ты приглашаешь каких-то консультантов, они найдут красивую структуру, потом, в итоге, значит, получается, что на эту должность нет этого человека, этого человека, этого человека. Поэтому я вообще, честно скажу, не сторонник каких-либо жестких структурных систем, да, потому что, с одной стороны, это нужно быть неправильно, с другой стороны, это дает возможность гибкости, и абсолютно не значит, что если у тебя что-то написано в должностных полномочиях, да, значит, что ты от этого будешь качественно выполнять свою работу и скоростности, то есть, можно было бы написать должностные полномочия, приказы и все остальное, и от этого бы, значит, все бы функционировало и работало, я уже говорил об этом, но бы посадили бы 10, значит, писарей, которые бы написали бы какие-то, значит, там, буквы, слова и все. Я уверен в том, что люди, они для этого, собственно говоря, им данный язык для того, чтобы находить и общаться и так далее. Да, если возникают какие-то, так сказать, недопонимания или какие-то конфликтные ситуации, значит, мы уже описали, что, значит, если там 2-3 раза гибко прошла и она никак не среагировала, значит, ставите мне автопию. Значит, если какие-то будут сложности, значит, не стесняйтесь, значит, пишите на электронную почту, будем собирать совещание и разбираться. То есть, самое главное, самое важное, что если есть проблема, именно проблема, да, и о ней никто не знает, и потом эта проблема, значит, проходит с точки зрения разврата, вот за это я буду очень жестко карать. То есть, могут быть проблемы, безусловно, проблемы, сложности, да, ну, от этого бизнес-ресурсовая состоит из решения различных сложных задач, да, то есть, де-факто мы являемся с вами такими конструкторами, которые из разных частей, из разных пазлов собирают единый целый продукт, поэтому мы ничего больше не делаем, мы же с вами не производим там бетон или терпичь или там стекло, да, то есть, это и есть, собственно говоря, самый важный фактор, да, это умение собирать единое целое, что это такое, это коммуникация, коммуникальность, да, поэтому я уже говорил уже, не буду называть фамилии, то есть, как человек, то есть, в чем проблема, у нас огромное количество специалистов, у нас сейчас все получают высшее образование, но, к сожалению, высшее образование, да, у нас сегодня привело к тому, что оно дает какие-то определенные знания, но оно не дает возможности умения, как бы, людям коммуницировать, разговаривать и так далее, да, то есть, человек состоит из двух вещей, это, я вот уверен, это первое, это непосредственно базовая платформа знаний, да, а второе, это умение донести эти знания, соединить, скомпилировать там и так далее, поэтому очень часто, может быть, даже кто-то не понимает, почему вот этот человек, да, занимается вот этим, хотя, ну, может быть, он с профессиональной точки зрения и менее эффективен, ну, и понимает, но с точки зрения коммуникабельности он перекрывает все эти параметры на порядок, поэтому, когда раньше было в Советском Союзе, да, было такое понятие, что характеристика личности, да, то есть, он начинал с пионеров, потом продолжал с комсомольцев, коммунистов и так далее, к сожалению, это все растеряло, сейчас ты попроще, то есть, какие резюме примется, поработал там-то, 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 тем-то, то есть, ну, вот этого до этого, да, ну, это абсолютно не является никаким параметром и не определяет, что из себя представляет человек, как он реагирует, как он делает, что он о себе думает и так далее, да, и вот, с этой точки зрения я уже говорил, что очень, сейчас даже в многих компаниях, я, как я недавно сейчас читал, что переходят тоже на такую же систему, что начинают принимать людей на основании того, что они пишут и думают себе в социальных сетях, в фейсбуках, то есть, в Америке вообще огромное количество компаний отказалось от резюме уже, то есть, как, де-факто, то есть, зачем тебе нужно резюме, заходят человеку на его официальную, значит, страничку и смотрят, что он там себе думает, как он отвечает, как он себя ведет, и это гораздо эффективнее, с точки зрения, так сказать, понимая, в источнике, практически человек, вот. Вот, значит, поэтому мы можем считать, да, шоу, кажется, что система находится в каком-то таком-то, скажем, вручном управлении, да, я не вижу в этом еще страшного, но когда нужно будет закрепить четко структуру, тогда мы это сделаем, именно тот момент, что потом не имеет 25 раз, не переделывать и так далее, и, в первую очередь, это тоже зависит от того, какие, собственно говоря, качества и свойства проявят те люди, которые здесь находятся, потому что мы исходим с того потенциала, который у нас есть, собственно говоря, человеческий, да, не с тех квадратиков, которые можно нарисовать в структуре, в схеме компании и так далее. Ну, с другой стороны, мы, ну, нет у нас структуры, да, ну, и хорошо, и никто не разберется с этим. Как сделать так, чтобы тайминг никто не узнал, да? Ну, значит, по Черногории у нас есть, безусловно, проблемы, да, и там находится, вопрос находится в судебных инстанциях, то есть мы, так сказать, занимаемся этим, да, в меры своих возможностей, думаю, что усилимся в ближайшее время. Значит, там, в Швейцарии тоже будут переговоры, и я думаю, что мы где-то, там, в ближайшее время получим согласовательные документы по разрешению строительства. В Лондоне у нас тоже, к сожалению, у нас, в принципе, по проекту, там, действительно проблемы, по-прочему, да, и мы сейчас, как раз мы с марокинцами разговариваем, обсуждали, там, у нас работают адвокаты, ну, будем сфотографироваться, то есть сложно прогнозировать, там, так сказать, какое-то видение с этой точки зрения. У меня это вопрос не комментируем. С Украины у нас подписан, ну, буквально, 3-й часа, там, именно толстый должен привезти, ну, точнее, старостный, значит, должен привезти украинего человека, то есть мы, мы сейчас приводить его с документарным причинением в нормальное состояние, к сожалению, экономика на Украине пока очень тяжелая, нестабильная, поэтому будем, ну, смотреть, когда уже подберем, более-менее скомпилируем с точки зрения юридической, потом, ну, смотреть, как его, возможно, реализовать в каких-то масштабах и в какие сроки на данное время. То есть сегодня какую-то определенность по Украине не скажет абсолютно точно никто. Проект строительства большого дома введет. Будет изменяться или будет даже в режиме? Михаил, собственно, занимается этим, там, есть проработки, начиная, там, от клипов, я попросил, что ты сказал, значит, чтобы ребята, ну, сняли наверху, значит, довольно-таки неплохой ролик, где там, в словах, да, то есть я сказал, что давайте сделать несколько идей, да, чтобы каждый из топов у нас мог сняться в каком-то интересном, значит, таком, ставил вам что-то ролике, да, то есть нам, скажем так, я думаю, что, грубо говоря, там, максимум, там, через 10-15 дней уже можно будет нормально, объективно выходить на первый план тем людям, которые ведут и занимаются проектами. То есть почему там, что с точки зрения, скажем так, каких-то негативных последствий, там, ну, то есть есть какие-то статии, там, скажем, да, там проходят периодически, но это в основном такие жалкие покупки, смешные, там, раз в месяц, там, что появляется какая-то ерунда, там, отлили, там, или еще от кого-то причины. Вот, поэтому с точки зрения, скажем так, мои ощущения, по крайней мере, мы прошли, ну, такую критическую черту, с точки зрения, имиджа образования, да, и бренда, и вообще, ну, вот идеально, психического состояния, да, безусловно, понятно, что сегодня, как оно было раньше, так сегодня, все есть в ресторане, значит, за каждым вторым столиком обязательно обсуждают, опять, там, что-то о нас говорят, да, вот, ну, тут это, наверное, больше, лучше, чем хуже, да, и я думаю, что это как раз очень важный момент, да, дело в том, что организация состоит из людей, и чем больше, Никит, мы сможем сделать так, чтобы каждый из здесь присутствующих, так сказать, проявил себя и на вот этом в личном поле, да, тем мощнее будет платформа, и не только в компании, да, но в первую очередь у вас в самих, да, потому что, ну, так сказать, если есть такая возможность создавать свой собственный бренд сегодня, да, то есть ли они фамилии, почему бы это не делать, да, поэтому тут нужно посмотреть и разработать, ну, все знают, там, концепцию, посмотреть, какие выступления, какие конференции есть, да, и в данном случае, может быть, там, не только первые лица, там, да, но и также других сотрудников подключать под этот вопрос, там, у вас конференция по инженерии, по вентиляции, по электрике, там, по всем этим вещам. Близко всему надо, безусловно, посмотреть, значит, проработать такую вот историю, значит, посмотреть, какие, то есть, ну, может быть, каждому из здесь присутствующих и так далее, да, взять какой-то один объект, там, где-то у нас в городе, в других городах, для того, чтобы посмотреть, какие новые технологии, какие новые идеи, и подходы есть, да, для того, чтобы, ну, собственно, начать восстанавливать такую, что ли, креативную, что у нас, в сочетении новых технологий, и подхода, ну, не в монолите, конечно. А вот, мы какие-то недопонимые, а вот, Геремарс, Рублев, а вот, Геремарс, Рублев, есть ли какие-то подвижки, понимаете? Ну, значит, по Геремарсу, там вырабатывается общая транспортная схема, и, то есть, какого будет решения, это очень сложный вопрос, потому что, ну, территория довольно-таки сложная, и там, в принципе, на них хотят построить огромное количество людей, да, соответственно, город смотрит с этой точки зрения, так сказать, что максимально можно там сделать, я думаю, что там, в течение, там, наверное, месяца, там, может быть, двух будет какое-то же понимание, да. Значит, у Рублева мы, вот, ну, я думаю, что в ближайший месяц, да, по крайней мере, постараемся согласовать концепцию и объемы, которые там будут, да, там дальше уже будем решать, как какие сроки, как это все запустить, то есть, по крайней мере, сейчас с концентром, совместно с базовым мы нашли там решение, и оно такое комфортное, которое устраивает вроде как и все стороны, да, поэтому, там, крайней мере, главное, не внимание, там, 10 с лишним тысяч метров, поэтому, безусловно, на такие проекты сегодня, то есть, надо так очень аккуратно смотреть, да, и относиться. В любом случае, сегодня, в ближайшее время движение, которое мы будем двигаться, это запуск, если запуск объектов, то запуск объектов очередями, чтобы мы знали, что в каждой очереди мы состоянии как профинансировать, так и достроить, ну, максимально короткие сроки, если в случае изменения определенных трендов и тенденций в мире или стране, чтобы мы не зависли где-то, вот, такая, собственно, ситуация. Следующий, экономический сад, вы работаете? В экономический сад, да, мы занимаемся шоу-картом, создана рабочая группа, то есть, мы будем пробовать смотреть, как сделать так, чтобы, собственно говоря, запустить тоже проект. там, безусловно, он непростой, да, но, тем не менее, так сказать, мне никуда не делся. А ворота у него сохраняют? Ну, да, то есть, ну, да. Ну, тогда по традиции нашего конкретного женщин, мы предлагаем увидеть дальше традицию. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.